Источник калия, йода, витамина А и большого количества антиоксидантов. Овощ с многовековой историей. Он появился более 6000 лет назад в Индии, а к концу 18 века стал одной из популярных культур, возделываемых в промышленных масштабах. Сегодня он наряду с другими овощами – важная составляющая рациона питания. А в некоторых городах даже празднуют его день. Неотъемлемая часть любого огорода – ингредиент многих салатов. И все это об огурце. Как сейчас выращивают тыквоцветный. И при чем здесь электричество? Мы узнали все и готовы рассказать об этом вам. Тропики в самом сердце Сибири. Температура 22-24 градуса тепла, влажность не менее 70%. И так круглый год. Этот тепличный комплекс расположен в Машковском районе. На 1600 квадратных метров возделывают огурцы и разные виды салатов. Что вырастет на домашних грядках зависит от солнца, а здесь его создают искусственно. Чтобы увеличить урожайность и скорость возревания плодов, день продлевают с помощью специальных ламп. В этой теплице 2200 источников света. По 36 в каждом ряду. С их помощью овощи досвечивают до 20 часов в сутки. Зимой, когда на улице мороз, пурга, мы заходим, у нас всегда тепло. Температура 22, где-то даже 23 градуса. Включена система досвечивания. И у нас очень тепло, светло. А за окном уже пургу-то видим, там вот прям пурга. И это здорово. Мы всегда всех приглашаем. Вот контраст, именно приезжать к нам в зимний месяц, в декабре. И мы вот даже по трассе едут, кто там, северный объезд, неважно. Всегда у нас огонек. Я говорю, вот, 12 месяцев там живут, так что приезжайте. Досвечивают и огурцы, и салат. Каждый день лампы включают сначала лишь в половину силы, а уже потом на полную мощность. Резкий скачок света может вызвать стресс у растений, как если бы в темной комнате внезапно включили лампочку. Летом искусственное освещение убирают полностью. Хватает естественного. Благодаря огромным стеклянным стенам и такой же крыше, здесь его предостаточно. И все же система досвечивания необходима. С этого года хозяйства могут создать ее при помощи государства. Этот год для нас знаковый. Наше предприятие получило первую, единственную пока субсидию в этом году. Для меня это, конечно же, такой показательный момент, потому что хоть мы и маленькое предприятие, но нас оценили, и, соответственно, выделили нам это. Но нам это, безусловно, поможет, потому что эти субсидии, они идут на развитие предприятия, на покупку новых ламп. Потому что без этого, к сожалению, продукция выращиваться не сможет в достойном объеме, в том, который потребитель бы хотел купить у нас. Каждый год нужно обновления производить, а лампы вообще раз в три года меняются. Иначе просто продукция уже расти не сможет. Тепличный комплекс в Машковском районе одним из первых получил новую субсидию по возмещению части затрат на производство овощей защищенного грунта с применением технологии досвечивания. Сумма почти полтора миллиона рублей. Это позволит обновить оборудование как минимум на 60 рядах. Есть и другие варианты господдержки для овощеводов. Предприятия, которые выращивают, возделывают овощные культуры на открытом грунте, помимо всех уже известных видов господдержки, получают господдержку на проведение агротехнологических работ и также на производство и реализацию овощной продукции. Эти меры господдержки действуют в Новосибирской области. Часть уже этой поддержки получили наши овощеводческие предприятия, которые работают на территории Новосибирской области. И также у нас запланирован второй этап приема документов на получение именно субсидий по направлению производства и реализации овощных культур и картофеля открытого грунта. Всего в нашем регионе пять тепличных комбинатов. Там выращивают 42 тысячи тонны овощей. Три года назад Новосибирская область вышла на почти полную самообеспеченность. Работа в теплицах не зависит от погодных условий. Растениям не страшны ни снег, ни дождь, ни зной. Но и в этом деле есть свои сложности. Летом в самые жаркие дни температура внутри теплиц может доходить до 50 градусов. Чтобы облегчить труд сотрудников, компания сокращает рабочие часы, а иногда и вовсе переводит людей на ночные смены. Несмотря на то, что труд нелегкий, работают здесь целыми семьями, а иногда и поколениями. Расскажите вообще, как давно работаете? 21 год уже. Пришла работать на воду. Водичку мы раньше тут делали. Потом вода закрылась и перешла на салат и осталась тут. Мне нравится, близко к дому. И бригада у нас хорошая, и начальство. Мы с мамой тут работаем. А у вас и мама здесь? Да, но она сейчас на больничном. Тоже изначально. Муж у меня тут работает, продукцию возит. В общем, вся семья здесь? Да. В этой теплице около 60 тысяч горшков. Салат «Афицион» один из самых популярных у потребителя. А значит, и выращивают его больше, чем другие сорта. Вкус у него мягкий и ненавязчивый. Однако в последнее время рынок начал меняться. Люди все чаще отдают предпочтение салатам более насыщенным, ярким и пикантным. Таким, как фрилис. Оба этих сорта высаживают с помощью вот такой автоматической линии. В каждом горшочке торф, обогащенный микроэлементами. Но один салат высаживают вручную. Дуэт. По сути, это два вида в одной ячейке. Дуб зеленый и дуб красный. В каждый день овощеводы высаживают новые линии на замену старым. Первые дни семена стоят в камере проращивания в полной темноте. После их перемещают на столы рассады. Еще через две недели – на конвейер. Суммарно каждый кустик растет около месяца. Где необходимо, там мы проводим пикировку. Например, салат «Афицион» должен быть по три штучки в горшке. Вот девочки своими глазками, ручками просматривают, где нужно подпикировывать, распикировывать. Дальше выставили, им необходимо, ну, убирают рабочее место, клеят свои коробки. И у них каждый день, на следующий день приходит день сурка. То есть они опять начинают упаковывать, выставляют, пикируют, моют, убирают. Опять пришли, и вот такое у них на целый день необходимый объем работы. В год тепличный комбинат выпускает 3 миллиона 600 тысяч горшочков салата. Перед тем, как отправить их в магазины, овощеводы тщательно осматривают каждый. Упаковывают здесь тоже по науке. Я сейчас фасую в магазины продукцию, общипываю, чтобы было чистенько, аккуратненько и на полках стоял, красиво. Давайте представим, что я к вам пришла стажироваться. Научите меня, как правильно делать. Берите. Берем. Обрываем все вот эти маточные листы. Это какие? А вот ненужные маленькие, грязненькие. Обливаем корешочек и пихаем в пакетик. Вот так вот берем и вот эти вот ненужные убираем. И все, запихаем в пакетик. Сколько вы за смену таких обрабатываете? Ну, все зависит от того, сколько у нас съем. Вообще, ну, грубо говоря, 7 тысяч салата, тысяч пять зеленки. В день? В день. Один человек? Нет, бригада. Или вся бригада? Бригада. Продукцию комбинат поставляет в крупные региональные и федеральные торговые сети. Все, что выращено под этим стеклянным куполом, покупатели берут с охотой. Возможно, потому, что все натуральное, выращенное без химии и под строжайшим наблюдением. А может, потому, что люди здесь добрые и дело свое крепко любят. Конечно, нравится. Я очень люблю свою работу. Все. И бывают моменты, когда огорчаемся, где-то каких-то план не дотянули. Ну, не в силу того, что мы не захотели. Конечно, мы хотим получать результаты лучше всех. Но не все от нас зависит, потому что тепличка уже все-таки 20 лет. И требуется где-то каких-то смены автоматики управления микроклиматом проседает. Мы всегда говорим, девочки, мы одна команда. Если мы будем в команде, мы больше добьемся, нежели мы поодиночке будем там что-то крысить друг на друга или еще что-то. Конечно, жалко. Очень тяжелый труд. Женский тяжелый труд. И семейные обстоятельства у всех разные. Поэтому хочется кому-то подойти, ну, спросить, просто спросить, ну, что, как у тебя там дочка, как внучка, как что. И человек все равно прям душой открывается и выдыхает, мне кажется. Да, с души идет. Люблю. Люблю растения. Вот, понимаешь, ну, люблю я их растения. Я прихожу, всегда здороваюсь. Здравствуйте всем. Всем так раз-то помахала, там воздушные поцелуи раздала. Ну, люблю, потому что. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!